Ну что ж, я думаю, можно уже начинать, у нас уже какое-то количество собралось, думаю, еще потом подтянутся, и на ютубе, наверное, нас сейчас тоже уже смотрят. Миллионы подписчиков, как мы выяснили, да. Ой, да, миллион подписчиков. Андрей Николаевич, вы как вас пафосно представите или не стоит? Да, не знаю, как хотите, Елизавета, можете, да пафосно чего там представлять, хотите я представлюсь вообще сам, в принципе. Ну, на самом деле, факультет для меня является очень-очень родным таким местом, потому что я сам закончил его в 2014 году, а потом еще учился и в аспирантуре. Но поскольку деятельность нашего отдела химии нуклеиновых кислот в НИФХБ тесно связана с химическим факультетом, а именно с кафедрой химии природных соединений, я являюсь сотрудником там в настоящее время и, соответственно, и на факультете, поскольку часть педработы моей так или иначе связана с ним. Вот. И сегодня мы, собственно, поговорим с вами о том, чем занимается наша лаборатория, но лишь о неком направлении, которое так или иначе является основным для меня. И, собственно, как видно из названия доклада, это будет так называемая постиндекорационная репарация вируса иммунодефицита человека первого типа. Мы попробуем разобраться все-таки, что это такое и с чем, почему не всегда просто репарация какого-то механического повреждения ДНК. Это так просто и канонически, как может казаться на первый взгляд, ну и так далее. Соответственно, я хочу сразу вам всем сказать, что если у вас будут какие-то вопросы, вы можете, в принципе, меня перебивать и по ходу доклада, поскольку у нас достаточно такой вольный формат взаимодействия сейчас. Единственное, что я не очень в этой системе онлайновой люблю вопросы в чате. Если у вас все же будет возможность, у кого-нибудь, вы видите, что написали вопрос, а я уже пошел дальше, вы обратите внимание мое на это, чтобы я открыл этот вопросик и прочитал. Хорошо? Давайте, может быть, я буду зачитывать. Ну, можно либо так, да, 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 потому что, вот как показал опыт чтения вам лекций, я не умею читать вопросы одновременно с чтением лекций, поэтому лучше меня остановить и предупредить. Хорошо, начнем мы с вами с того вообще, в принципе, что такое вирус иммунодефицита человека, хотя, в принципе, ну, наверное, все более-менее представляют, что это за зверь. Тем не менее, если, чтобы вся аудитория понимала, надо обратить ваше внимание, что, во-первых, это оболочечный вирус, то есть у него есть оболочка, которая покрыта специальными белками вирусного происхождения, которые способствуют его проникновению в эту клетку. Это РНК-вирус, соответственно, его геном представлен двумя копиями РНК, и это также ретровирус, то есть он использует стадию обратной транскрипции в своей репликации. Что это такое? Когда содержимое вириона проникает в цитоплазму, на матрице РНК синтезируется за счет вирусного фермента обратной транскриптазы двуцепочечная, так называемая КДНК, то есть копия генома, которая дальше транспортируется в ядро и, соответственно, встраивается в геном нашей клетки. Собственно, при этом неважно, является ли эта клетка делящейся или нет, потому что ВИЧ относится к такой группе, к подгруппе внутри ретровирусов, которая называется лентивирусы. Они не зависят, их репликация не зависит от разборки ядерной мембраны, они могут проникать активно в ядро сами. И, собственно, в этом отношении лентивирусы удобны очень как различные способы доставки интересующих вас генов в клетки. Но вирус, естественно, встраивается, и в таком виде мы его не можем дальше удалить. Это основная проблема борьбы с ВИЧом. Мы все время вынуждены придумывать какие-то подходы, как подавить его репликацию, но мы не можем до конца устранить такие клетки, в которых есть эта интегрированная ДНК. Хотя сегодня, если бы у нас была немного другая тема дискуссии, мы бы могли поговорить о каких-то современных подходах, которые люди пытаются разрабатывать для того, чтобы разве навсегда вырезать эту встроенную ДНК или убить такие клетки. Но не об этом сегодня мы будем говорить. И, соответственно, вот эти первые этапы, они называются ранние этапы репликации. Когда образуется интегрированная ДНК, с нее начинает транскрибироваться геномная и субгеномная РНК. С нее синтезируются полипротеины, они упаковываются в новые вирусные частицы, происходит созревание. В ходе этого процесса протеаза расщепляет полипротеины на функциональные белки, и мы получаем новую частичку, которая способна заражать клетки. Соответственно, мы в нашей лаборатории уже много-много лет занимаемся определенным этапом жизненного цикла вируса, который называется интеграция, и исследуем различные аспекты, будь то функционирование этого фермента, взаимодействие с плеточными партнерами и так далее. Собственно, я начал заниматься в этой лаборатории со своего второго курса, то есть это был 2010 год, и так я в этой лаборатории по-прежнему и работаю до сих пор. Но, соответственно, понятно, что тематики меняются, и основной акцент, вот то, о чем я буду рассказывать вам сейчас, наверное, скорее можно сказать, я начал заниматься в 2014 году, то есть работа такая примерно шестилетняя. Давайте посмотрим, что же такое интеграция, и как работает этот наш чудесный вирусный фермент, который можно заингибировать и тем самым контролировать вирусную репликацию. Вот у нас есть вирусная КДНК, с ее концами связывается мультимерное активное состояние интегразы, активная форма интегразы, и осуществляет так называемый триштрих-процессинг, как легко можно догадаться из названия. Это некий процесс подготовки триштрих-концов этой ДНК, а именно в ходе этого процесса отрезаются ГТ-динуклеотиды с триштрих-концов в случае ВИЧ. Дальше такой продукт связывается за счет интеграза с клеточной ДНК, и уже интеграза осуществляет так называемую реакцию переноса цепи, в ходе которой встраиваются триштрих-гидроксилы, триштрих-гидроксила атакуют фосфодиэфирные связи в цепях, в донорных цепях ДНК, и получается вот такой вот странный продукт, который называется интеграционный интермедиат. Он содержит вот это вот ДНК красненькое, которое вирусное, называется провирусное ДНК, то есть это уже вирус, интегрированный в геном. Но вы можете увидеть, что пока с клеточной ДНК у нас есть некие проблемы, у нас не все цепи соединены. И вот именно вот этот этап долгое время считалось, что если мы будем смотреть, в принципе, даже 2012-2013 года работы по интегразе, скорее всего, вы прочитаете, что это просто происходит репарация интеграционного интермедиата под действием клеточных систем репарации. И, собственно, никто никогда особо не обращал на это внимания, но за исключением некоторых научных групп, которые специально исследовали этот процесс, но мы сегодня будем об этом говорить и увидим, что там тоже какого-то единого мнения не сложилось, и все было достаточно неоднозначно. Почему так, увидим. Но так или иначе, хочу обратить ваше внимание, что вот этот фермент интеграза, она, как и многие другие вирусные ферменты, требует для своей активности большого количества различных белков, с которыми она может ассоциироваться, и так или иначе эти факторы направляют ее активность. Но одним из таких наиболее изученных факторов является белок ЛИДДЖФ. Расшифровывается он как Lens Epithelium Derived Growth Factor. Соответственно, это транскрипционный коактиватор, который впервые был обнаружен в клетках эпителия хрусталика, но на самом деле потом оказалось, что он экспрессируется во многих других тканях. Является действительно транскрипционным коактиватором, но в принципе не строго необходим для жизнедеятельности клетки. А вот для ВИЧа, как показали потом целая серия интересных работ, что он как раз-таки строго необходим для ВИЧа. Если мы его выключаем, мы сразу в десятки раз снижаем эффективность репликации вируса. И в данный момент про это взаимодействие известно очень-очень много информации, но ключевые аспекты, которые мы можем вынести на обсуждение, это, соответственно, что этот белок, во-первых, стабилизирует активное состояние интегразы, во-вторых, направляет интеграцию в активно транскрипируемые участки генома. Вы должны понимать, что интеграза не обладает какой-либо секвенспецифичностью, и она, в принципе, может встроить свой вот этот три штрих процессированный продукт в любую ДНК, даже там, где не идет транскрипция. Поэтому ей нужен как раз-таки ЛИДДЖФ, чтобы направлять в те участки генома, где как раз-таки в данный момент времени вся активная машинерия транскрипционная. Ну и, собственно, на примере этого белка было показано, что можно нарушать эти взаимодействия с помощью низкомолекулярных соединений, и действительно такое нарушение, оно негативно сказывается на репликации вируса. Поэтому, в принципе, вот как раз-таки с этого комплекса начинается та история, что мы можем разрабатывать ингибиторы не против вирусных ферментов, той же самой протеазы, интегразы или обратной транскриптазы, а пытаться создать какие-то соединения, которые бы нарушали взаимодействие между клеточными белками и вирусными белками, и тем самым нарушали функционирование вируса. При этом понятно, что если к классическим ингибиторам у нас достаточно быстро появляются резистентности из-за особенностей репликации вируса, то в этом случае ожидается, что вероятность появления таких мутаций минимальна. И, в принципе, есть даже некоторые соединения, которые сейчас находятся на первой стадии клинических испытаний, хотя пока еще никто не добился успеха, но это реально достаточно новая такая тема. Наверное, можно сказать, что ингибиторы следы GF, интегразы появились, скажем, в 2010-2011 году. Наверное, требуется дополнительное время, чтобы мы поняли, насколько эффективно это будет все работать. Мы же, когда я был на пятом курсе, и, соответственно, мне надо было уже выбирать тему диплома, я занялся исследованием с подачей моего научного руководителя другого белка, это белок Q70. Это белок из системы негомологичного объединения концов, то есть из системы репарации ДНК, двусыпочных разрывов ДНК. И, в принципе, к тому времени было известно, что их взаимодействие важно для репликации вируса, то есть если мы выключаем белок Q70, то вирус очень плохо размножается, и, наоборот, если суперэкспрессируем Q70, то вроде бы как улучшаются показатели его репликации. Было известно, что Q70 находили в разных работах внутри в составе Вериона, ВИЧ-1, и также видели в различных системах, что интегразы и Q70 могут соосаждаться. Но при этом было абсолютно непонятно, как они взаимодействуют, то есть структурные основы этого комплекса. И вообще, в принципе, несмотря на то, что было понятно, что он нужен, но было непонятно, какую роль он это взаимодействие выполняет в жизненном цикле вируса. Собственно, по большому счету, это и были основные задачи, которые стояли передо мной, перед нашей лабораторией, которые мы в себе сами поставили, разобраться с тем, во-первых, как они взаимодействуют, и, во-вторых, естественно, зачем это взаимодействие происходит. Соответственно, я начну со структурных основ этого взаимодействия. В принципе, наше исследование ровно так и происходило. Так оно и начиналось, потому что совершенно было непонятно, как исследовать функциональную составляющую этого взаимодействия, потому что нет инструмента, мы не можем нарушить это взаимодействие, не убив один из каких-то белков, а вот мягко, допустим, с помощью точечного обмена или еще какими-то подходами найти ингибитор, и уже используя вот эти инструменты, проанализируешь, как ведет себя вирус в тех или иных условиях. Соответственно, я еще хочу такую штуку сказать. Я в каких-то местах буду рассказывать, наверное, то, что достаточно простое и не требующее особого внимания с точки зрения методологии поверхностно, а какие-то методы, которые мне больше всего нравятся, я, возможно, сакцентирую на них ваше внимание. Может быть, кому-то из студентов это пригодится в будущем. Основной метод вот на этом этапе, в структурной части исследований у нас был метод сосаждения белков на финном сорбенте. Почему могут возникнуть вопросы, почему вы там не попытались сделать рентгена структурно, а надо ли скорее электронную микроскопию. На самом деле, чтобы понимать, почему это нельзя сделать, надо знать важную вещь, что антеграза – это суперкапризный фермент. Она имеет очень низкую растворимость, и получить с ней без каких-то дополнительных манипуляций кристаллу или криоэлектронные какие-то картины никому не удавалось. То есть, либо это там восьми, это мутанты-интегразы, которые содержат по 6-8 мутаций в своем составе, конечно же, эти мутации могут сказываться негативно на ее укладке, либо же это различные варианты модифицированных интеграз с довесками, повышающими растворимость белка. Поэтому на первом этапе мы решили просто обычным способом, путем дилюционного мутагенеза, протестировать, как представленные на слайде варианты интеграза. Вот полноразмерный белок, вот вариант белка без С-концевого домена, без С-концевого домена и еще дополнительной протяженной альфа-6 спирали, которая соединяет каталитический и С-концевой домен. Только Н-концевой домен и различные варианты без Н-концевого домена, как они взаимодействуют с различными вариантами белка Ку-70, полноразмерные опять-таки, и его какие-то укороченные варианты. Соответственно, путем сравнения, попарного сравнения их взаимодействия, нам удалось вычленить не очень большие такие структуры, которые в принципе важны для взаимодействия этих белков, но тем не менее их вычленить, хотя они и большие. Мы определили, что в составе Интеграза есть два сайта взаимодействия с Ку-70. Первый из них, вот красненьким отмечено, он образован как раз-таки вот этой вот альфа-6 протяженной спиралью, которая соединяет каталитический домен Интеграза и С-концевой домен Интеграза и нескольких элементов из каталитического домена. При этом эта часть Интеграза связывается с Н-концевым глобулярным доменом Ку-70. И второй сайт связывания образован каталитическим доменом Интегразы и центральным ДНК-связывающим доменом белка Ку-70. Но дальше, естественно, надо было попробовать понять, уточнить, определить более локальные какие-то структуры, которые важны для этого взаимодействия, потому что, конечно же, вот такая большая структура, как Н-концевой домен с первой по 250 аминокислот на остатке Ку-70, но ни о чем не говорит, даже элементарно, с какой стороны Интеграза подходит к этому белку. Правильно? И, к счастью, нам попалось в руки Интеграза другого ретровируса, так называемый пенообразующий вирус человека, или по-английски его часто называют прототайп фоамивайрус, хотя, в принципе, мы со студентами четвертого курса обсуждаем это, что система классификации вирусов регулярно меняется, и каждый раз название вируса надо уточнять в ICTV. В принципе, мы ряд аспектов функционирования Интеграза изучали и на ней, и в лаборатории, ну и тут решили проверить, поскольку они очень похожи своими каталитическими доменами, насколько вообще такая Интеграза может взаимодействовать с Q70? Как вы можете заметить по результатам соосаждения Интеграза ВИЧ образует комплекс Q70, а Интеграза пенообразующего вируса человека нет, абсолютно нет. Хотя вот, да, казалось бы, каталитические домены очень похожи, одного фактического домена было достаточно для взаимодействия с центральной частью Q70, а здесь такие отличия. Ну и мы, соответственно, предположили, что, возможно, вот эта часть Интеграза, которая длинная альфа-6 протяженную спираль, как раз-таки и важна для взаимодействия с белком Q70. Чтобы убедиться в этом, мы можем с вами посмотреть, как устроена она. по большому счету в этой структуре, в этой альфа-спирали можно выделить три стороны и выбрать кластеры аминокислот, заменяя которые, мы можем, в принципе, определить, с какой из сторон происходит взаимодействие с Q70. И действительно, мы получили три таких тройных мутанта. Они, вот в этом месте часто люди задают правильный вопрос, насколько ваши мутанты вообще, в принципе, соответствуют исходному белку. К сожалению, стандартные методы типа кругового дихроизма и всего остального, что подтверждает сохранение вторичной структуры белка, в случае интеграза неприменимы, опять-таки, из-за ее низкой растворимости. Но, как минимум, мы видим, что два из этих мутанта связывались так же, как и дикий тип интеграза, а один из них был не способен взаимодействовать с N-концевым доменом Q70. Обратите внимание, что здесь не полноразмерный белок, не дикий тип, а только N-концевой домен, то есть первый сайт взаимодействия. При этом мы, естественно, тестировали каталитическую активность этих мутантов. Она, естественно, была снижена, потому что так или иначе замены в этом домене должны приводить к нарушению активности, но она, тем не менее, демонстрировала сниженную примерно в три раза активность, но не нулевую. Поэтому мы считаем, что все-таки так или иначе правильная укладка этой интегразы сохраняется, потому что именно правильно относительно расположения C-концевого домена и каталитического, которое как раз таки определяется этой альфа-6 спиралью и определяет, то будет ли вообще белок активным или нет. Если как бы изогнуть эту альфа-6 спираль, то, в принципе, никакой активности не будет наблюдаться. Ну и, соответственно, получается, что вот именно вот эта вот триада аминокислот 209, 212, 213 красным цветом, вот здесь она у нас обозначена, она, собственно, потенциально и вовлечена в образование этого комплекса. Далее мы получили уже точечные мутанты. Они, кстати, были несколько более активны, чем тройной мутант в плане каталитической функции. И для первого сайта взаимодействия мы поняли, что 209 аминокислота не важна, меняем мы ее или нет. В принципе, комплекс формируется так же, как и с белком полноразмерным дикого типа. А вот если мы заменяем 212 или 213 аминокислотные замены вносим, то вы видите сами, что комплекс не образуется. При этом, если мы возьмем, добавим к такой интегразии вторую часть Q70, то есть в котором содержится второй сайт взаимодействия, то окажется, что в принципе эти мутации никак не влияют на взаимодействие двух белков. И возникает собственно вопрос, а что же у нас тогда получится в случае полноразмерного белка Q70, когда у нас есть первый и второй сайт. И на самом деле в этом случае вы тоже можете здесь увидеть, что 209 замена никак не влияет, а вот 212 и 213 негативно сказываются на комплекс образования. На основании чего мы сделали вывод, что действительно вот эти две аминокислоты в составе альфа-6 спирали важны для образования комплекса в первом сайте. И причем именно первый сайт играет ключевую роль в образовании комплекса. То есть если мы нарушаем здесь взаимодействие, полноразмерный белок уже не может сформировать правильный комплекс. Ну и собственно опять-таки когда вы будете пробовать ставить свои эксперименты, инвитро это всегда хорошо, но на самом деле инвитро всегда сопряжено с проблемами, что вы находитесь в ненативных условиях. У вас белки экспрессируются в бактериях, а белки это человеческие и вирусы, и вирусные, которые тоже должны экспрессироваться в человеческих клетках. Соответственно вы их выделяете, у них могут проявляться какие-то нежелательные способности взаимодействовать с другими белками, и вы можете просто ловить арсифакты. Поэтому, естественно, когда вы находите какое-то, выдвигаете какое-то предположение, что вот эти нежелательные кислотные остатки важны для взаимодействия с вашим белком, это необходимо проверять и потом уже непосредственно на клетках. Собственно, мы проводили такой эксперимент, мы брали клетки ХЕК-293Т и экспрессировали в них либо интегразу дикого типа, либо интегразу мутантного. И дальше тянули за интегразу суперэкспрессированный белок Q70 с тремя флагами. И вы можете увидеть, что в случае интеграза дикого типа Q70 вытягивается, вот проявка на флаг вытягивается, а в случае мутанта, содержащего замены 212-го и 213-го аминокислотного остатка, количество этого комплекса существенно снижается. Соответственно, это еще раз доказывает, что на самом деле потенциально это действительно релевантный такой сайт взаимодействия. Но на самом деле если вот тоже не знаю насколько это интересно, но я обращу ваше внимание, что дальше я буду рассказывать ту часть, которую на самом деле делалось существенно позже, после выполнения функциональных испытаний. Но опять-таки иногда бывает правильно завершить одну линию, а потом уже как бы перейти к следующей, хотя в жизни это не всегда так строится. Вот в жизни мы когда определили эти мутации, мы перешли уже к функциональным экспериментам, а потом уже вернулись к структуре, когда поняли, что надо бы разобраться все-таки, а что же там со стороны Ку-70 важно для взаимодействия. Как я уже говорил, важен первый сайт, но со стороны интеграза мы узнали конкретные аминокислоты, которые важны для взаимодействия, и если мы их нарушаем, то и наш комплекс тоже разрушается. А со стороны Ку-70 собственно непонятно, кто нужен, зачем нужен, то есть это Н-концевой глобулярный домен, но это 250 аминокислот. И честно говоря, у нас вообще не было идеи, как подступиться к решению этой задачи, потому что можно вырастить кристаллы, радоваться жизни, но мы не можем этого сделать. И на помощь нам пришла замечательная Марина Васильевна Серебрякова, с которой мы активно сотрудничаем по разным проектам, но и тут она подсказала, говорит, слушайте, ребят, есть такой замечательный метод, вы можете свой белок разрезать на пептидике с помощью протеаза и дальше попробовать вытянуть за ваш белок, за интеграцию, например, эти пептиды и посмотреть, какие вообще тянутся. Скорее всего, вы никуда не попадете, и это вот я вам говорю, что действительно попробовать такой подход стоит в некоторых ситуациях, но не факт, что он сработает для конкретного вашего объекта. В нашем случае он сработал и я был просто на самом деле в восторге, насколько действительно можно просто уменьшить сразу размерность количества аминокислот, которые надо тестировать с помощью такого красивого метода. Собственно, суть метода еще раз. Мы берем наш белок, в нашем случае Q70, мы взяли даже не N-концевой домен, а просто полноразмерный белок, мы обрабатываем его протеазой, при этом предварительно денутрируя его, чтобы протеаза как можно полно промодифицировала белок. Дальше берем афинный носитель, с которым связан белок интереса, в нашем случае это интеграза, инкубируем с этими пептидами, отмываем смолу от несвязавшихся пептидов, дальше элюируем эти пептиды, например, мочевиной или натрий хлором высокой концентрации, пептидную фракцию очищаем на C18 колонках и производим уже массопектрометрическое определение этих пептидов. Соответственно, мы провели два таких эксперимента с двумя разными протеазами, в одном случае использовался трепсин, во втором глуце протеаза, потому что понятно, что представьте себе такую ситуацию, у вас есть сайт некий, и одной протеазой вы можете просто разрезать посередине, а в другом случае оказаться по краям этого сайта. Естественно, если вы будете использовать только одну протеазу, возможно, вы потеряете все пептиды, и поэтому лучше подобрать несколько вариантов, которые максимально дают отличные друг от друга пептиды. В нашем случае это были глуце и трепсин протеаза. Ну и, соответственно, вы наносите пептиды исходные, смотрите, в принципе, степень покрытия, но в нашем случае для Н-конца это было что-то порядка 90%, а если на весь белок, то это где-то 68% пептидов мы увидели. Дальше вы видите здесь контроль, когда добавляют пептиды к смоле, на которой нет интегразы, вы видите, что спектр достаточно чистый, нет никаких всплесков. А вот, когда мы добавляем интегразы на смолу и мобилизуем, то вы можете увидеть, что здесь появляются две такие области с четко выраженными пиками, причем вы можете увидеть, что в исходной пептидной смеси вот этих вот пептидов очень-очень мало, то есть они слабо детектировались, а здесь они действительно очень сильно обогащаются. И вот это трептическая картина, трепсин. В результате обработки трепсина мы увидели два пептида, связанные с интегразой, это 81,92 аминокислотный остаток и 47,74. В случае глуцепротеза это был пептид 92,107. Один из них мы сразу отмели, потому что этот пептид находится внутри структуры белка КО70 и естественно он в норме не может взаимодействовать с интегразой. То есть вы видите, да, эксперимент вообще не идеальный, вы ловите в нем куча-куча каких-то дополнительных вещей, которые в принципе в норме не могли бы взаимодействовать с интегразой. Еще один пептид, мы посмотрели на него 92,107 и поняли, что лишь часть 92,100 экспонирована наружу, заменили ее в составе белка КО70, просто на самом деле удалили. И как вы видите, никакого изменения в соосаждении интеграза мы не видим. То есть как дикий тип белка, так и диляционный мутант прекрасно взаимодействуют с таким интегразой. Ну и остается только как бы вот третий пептид, который никто никому абсолютно не должен взаимодействовать с интегразой, но вдруг. Мы собственно посмотрели на структуру этого пептида, он вот красным отмечен, он действительно находится снаружи от белка, доступен для взаимодействия, в принципе здесь есть такие карманы, в которые могли бы альфа-6 спирали поместиться. То есть в принципе такой белок вполне себе подходит, такой пептид вполне подходит на роль потенциального кандидата. Мы соответственно получили серию диляционных мутантов, которые например это n-концевой домен Q70, это 1.78 соответственно он полностью содержит интересующий нас пептид. 1.64 содержит этот пептид, часть пептида, но у него удалена основная часть вот этой альфа-6 спирали, причем мы смотрели на структуру и сохранили здесь несколько дополнительных аминокислот из альфа-6 спирали, которые дополнительно стабилизируют вот эту петельку, потому что мы подумали вдруг это взаимодействие с этой петлей, потому что было бы достаточно разумно, если такая подвижная структура участвует в этом взаимодействии. И последний вариант это 1.44, у которого полностью удален этот пептид. И как вы видите, по мере удаления структурных элементов из этого пептида мы действительно теряем афинность к нашей интегразии. Причем 1.78, то есть вот такой мутант, он вполне также связывается как и полноразмерную белоку-70, а вот уже даже частичное удаление альфа-6, альфа-спирали приводит к резкому снижению эффективности связывания. Но это опять-таки грубая такая прикидка. Я на самом деле хочу извиниться за вот эту картинку, поскольку я в настоящее время нахожусь на самоизоляции, у меня не оказалось доступа к компьютеру, поэтому я не смог сюда нанести контроль сколько здесь у нас белка Ку-70, но поверьте мне, что там тоже везде ровненькие полосочки. Соответственно дальше мы попробовали получить дополнительные мутации, мутанты, исходя из каких-то соображений, где находятся те или иные аминокислотные остатки. Вот зеленым цветом мы отметили аминокислотные остатки, которые формируют вот эту петлю, и собственно мы их заменили, вставив дополнительно небольшой двуаминокислотный линкер, чтобы не так сильно напрягать структуру белка, там все-таки поворот идет, но пролин остался. Соответственно есть синенький мутант 65-68 аминокислота, желтенький мутант 69-72, уже в такой глубине находятся эти остатки, и совсем далеко 73-76. И вот что мы увидели, смотрите, это контроль на связывание с энкенсовым доменом аминокислотный аминокислотный мутант. Точно так же формирует комплекс дилеционный мутант, вот этот дельта 51-57, также связывается, как и дикий тип, то есть 1-250, а вот если мы меняем 69-72 аминокислотный остаток, желтенький, то видите, количество комплекса, количество интеграции осажденной с Q70 снижается. Ну и соответственно получается, что действительно именно эти аминокислоты важны для взаимодействия этих белков. К сожалению, вот эта история у нас на текущий момент продолжается, и в частности понятно, что необходимо то же самое проверять на клетках, чтобы понимать, насколько в клетках это релевантно, смотреть, насколько эти мутации будут влиять на репликацию вируса, но так или иначе на текущий момент мы уже все-таки несколько отодвинулись от состояния полного непонимания, как эти белки взаимодействуют к такому положению, что мы знаем, во-первых, со стороны белка интегразы, две аминокислотные замены, которые можно ввести и нарушить взаимодействие белков, и в принципе понимаем уже со стороны белка Q70, где примерно происходит это взаимодействие, но, конечно, еще раз говорю, это требует дальнейшей проверки. Ну и вот я тут написал такой комментарий для всех, что уже даже на стадии, когда мы поняли, что интегразы важны 212-213 аминокислотные остатки, у нас уже в руках появился такой инструмент мощный, который позволяет в принципе изучать функциональную роль. Собственно, что мы на следующем этапе по сути и начали делать. Хочу обратить ваше внимание, переходя к функциональному аспекту этого взаимодействия, что, конечно же, все лабораторные эксперименты это хорошо, но это всегда лабораторные. А вот если у вас есть какие-то природные данные, допустим, по частотам встречаемости мутации у пациентов и так далее, это всегда, конечно, лучше, чем лабораторные данные, хотя вы с ними никак не сможете действовать. То есть вы можете просто увидеть какой-то факт, но, конечно же, в пациента засунуть вирус с этими мутациями не получится и понять, насколько у вас пациент этот выживет. Поэтому остановлюсь на этой истории, как на демонстрации того, что действительно эти мутации видимо нами не просто так, что они не только в лабораторных условиях важны, а что по всей видимости они все-таки и для биологии вируса в реальном организме тоже важны. Здесь представлен график, отображающий частоты мутации тех или иных аминокислотных остатков в альфа-шеспирали интегразы, которые построены примерно по данным 4000 последовательностей интегразы, которые встречаются у пациентов, которые получают терапию, не получают, в данном случае неважно. И вы можете увидеть, что в среднем альфа-6 спираль достаточно неконсервативна. В некоторых из позиций, допустим, 206, 211 и 218 вообще в 20-30 процентах последовательности встречается кодон, который кодирует неканоническую аминокислоту. Ну и в среднем частота мутации порядка 6-7 процентов суммарно по альфа-6 спирали. А вот в 212 позиции и особенно в 213 частоты мутации сильно-сильно ниже, чем в среднем по альфа-6 спирали. При этом в 213 мутант там, по-моему, один или два вообще сиквенса нам встретились из 4000 с какой-то заменой. Получается, что, несмотря на то, что вот эта альфа-6 спираль по всей видимости не очень консервативна, здесь есть такие участки, которые суперустойчивы к мутациям. И это косвенно, но намекает нам на то, что по всей видимости они нужны для репликации вируса. Хорошо. Но вернемся опять-таки к той первой работе, которая собственно нас подвигла к исследованию этого взаимодействия. Вот заглавие этой работы представлено на слайде. она была выпущена в 2011 году и она собственно постулировала, что по всей видимости взаимодействие интеграза и Ку-70 конечно важно для репликации вируса, но они выдвинули гипотезу, что возможно это взаимодействие важно для стабилизации интеграза и защиты ее от протасомальной деградации. И собственно вы можете увидеть здесь, что когда мы суперэкспрессируем белок Ку-70, во-первых, становится действительно больше интеграза, чем в контроле и вы можете увидеть, что снижается количество полиубиквитинлированных форм интеграза, что конечно не может не радовать. Но у них на тот момент опять-таки не было инструмента, который бы смог однозначно показать происходит ли такая защита интеграза от деградации за счет именно того, что Ку-70 экранирует какие-то сайты полиубиквитинлирования или же это просто какая-то не связанная вообще с этим взаимодействием активность Ку-70. И они выдвинули две гипотезы, что с одной стороны возможно просто Ку-70 закрывает, с другой стороны возможно это просто какая-то активность Ку-70, которая снижает в принципе эвиквитинлирование, потому что они видели, что если смотреть уровень полиубиквитинлирования белков тотально в клетке, то при суперэкспрессии белка Ку-70 он действительно снижается в целом. То есть не только интеграза, полиубиквитинлированная форма интеграза, их количество снижается, но и всех остальных белков тоже. Соответственно, поскольку у нас есть теперь в руках мутация, которая нарушает взаимодействие интеграза Ку-70, мы можем посмотреть, как будет обстоять ситуация с мутантной интегразой, которая не способна взаимодействовать с белком Ку-70. По сути, если это так, то она должна быстрее деградировать, ее количество должно быть меньше и так далее. Но в действительности мы не увидели никаких отличий интеграза дикого типа и интеграза мутантной. Мы проводили эксперимент с остановкой синтеза белка, то есть вы берете, засовываете в клетку плазмиду, с которой экспрессируется интеграза дикого типа или ее мутант. Дальше в определенный момент времени через 48 часов вы добавляете ингибитор трансляции циклогексимид и дальше вы отбираете через каждые 20 минут образцы ваших клеток и анализируете сколько в этот момент времени там есть интеграза. Это стандартный такой подход для того, чтобы определить время полужизни белка и посмотреть некую кинетику процесса деградации. И вы видите, что вот в обычных клетках хек и дикий тип и мутант ведут себя одинаково. При этом, если мы суперэкспрессируем белок Q70, действительно, интеграза стабилизируется, но одинаково стабилизируется как дикий тип, так и мутант. А если мы наоборот берем клетки, в которых подавленная экспрессия был Q70, гетерозиготный у нас получен мутант Баку-70, мы видим, что, собственно, действительно резко снижается количество интеграза, но хотя какие-то отличия здесь есть, я лично не обращаю на это особого внимания, то есть фундаментально отличия, хотя и присутствуют, по статистике они, наверное, будут выходить, но глобально с точки зрения функционирования этих белков по сути нет комплекса, есть комплекс, стабилизируется и тот, и другой белок или наоборот быстрее начинает деградировать, это факт. Поэтому очевидно, что прямой контакт тут на самом деле вообще абсолютно ни при чем. И возможно, действительно, это какая-то активность особая у Q70. В частности, я могу сказать, что для Q70 показано в некоторых работах и достаточно таких на самом деле спорных, на мой взгляд, что это, в принципе, один из DAB-ферментов. DAB- это deubiquitinating enzyme, то есть белки, которые умеют отщеплять полиубиквитин от полиубиквитиновой цепи. Но, в частности, для некоторых белков, например, MCL-1, как раз-таки было показано, что Q70 его стабилизирует за счет отрезания полиубиквитиновой цепи. И там проводились такие, некоторые даже чисто биохимические эксперименты, в которых показано, что если взять тетраубиквитин, добавить к нему Q70 очищенный, то тетраубиквитин разъедается. Но, на самом деле, не все согласны с этой точкой зрения, что вообще, в принципе, Q70 может быть такая активность. И, в частности, это, на самом деле, происходит из-за косности сознания многих ученых, которые, допустим, вы всю жизнь занимаетесь Q70, и знаете, что это репарационный фермент, и тут вдруг кто-то вам заявляет, что это диубиквитиназа. Ну, естественно, если вы большой человек, возможно, вы скажете, что это полная чушь, и даже можно задавить в некоторых случаях дальнейшие исследования в этом направлении. Но, как-то так. Но, самое главное, что мы должны вынести из предыдущего слайда, что прямой контакт не важен для защиты интеграции от протеосомальной деградации, хотя Q70 действительно защищает ее от этой деградации. Хорошо, тогда надо как-то по-другому действовать и исследовать функциональную роль на других моделях. Вот, в частности, мы в лаборатории биологию вируса изучаем на так называемых ВСВЖ псевдотипированных репликативно-некомпетентных векторах. Они обычно в других лабораториях используются для доставки интересующего вас гена в целевые клетки. Вы можете тем самым получить стабильно трансдуцированную клеточную линию, которая, например, экспрессирует какой-нибудь белок, который вам нужен. Собираются они путем котрансфекции клеток, например, КЕК-293Т тремя плазмидами. Одна из плазмид кодирует вирусные белки ВИЧа, ГАГ-ПОЛ, ЭНФ, РЕФ, ТАТ, ну и так далее. Правда, система есть немного разная, но вот это один из вариантов системы. Вторая плазмиды кодирует геном ретровируса ВИЧа, например. У него будут по краям расположены классические длинные концевые повторы, ЛТРы, так называемые. А в середине как правило удаляется основное содержимое генома ВИЧа и туда вставляется какой-нибудь репортерный ген. Вот мы, допустим, в лаборатории используем либо флоресцентные белки, либо люциферазы чаще. Светлячка вполне подойдет для этих целей. И третья плазмиды кодируют белок, который встраивается как раз таки в мембрану вируса и позволяет заражать клетки. Но в случае ВИЧа это белок ЭНФ, который процессируется на GP120, который взаимодействует с поверхностью клетки. Использовать ЭНФ ВИЧа не очень удобно, поскольку не все лабораторные клетки к нему чувствительны. Поэтому чаще всего заменяют эту плазмиду на плазмиду, кодирующую белок вируса визикулярного стоматита гликопротеин G. Поэтому такие частицы называются ВСВЖ псевдотипированные и они могут заражать практически любые лабораторные клетки, которые в стандартной жизни могут встретиться. И лишаете всех проблем, которые могут быть связаны с ЭНВом ВИЧовым. Мы получили два типа таких частиц. Одни из них дикий тип, содержат природный вариант интегразы. А второй с заменой 212-213 аминокислотного остатка, который такая интеграза не способна взаимодействовать с белком Q70. И когда мы налили эти псевдовирусы? Давайте я на самом деле к сожалению это неправильно, но я люблю их называть просто вирусами. Поэтому вы меня уже не ругайте, буду называть их вирусами дальше. Мы наливаем эти вирусы на различные клетки, измеряем через 48 часов после трансдукции уровень люцифераза и видим, что в разных типах лабораторных клеток ХЕК-293Т самые распространенные, различные производные клеток крови, соответственно, Юркаты и Семы. Также в случае мутантного псевдовируса наблюдается сниженная продукция люцифераза. И причем абсолютно такие же данные мы получили и в клетках крови человека PBMC. Это непосредственно фракция крови, фракция клеток крови, которая содержит в себе те самые CD4 позитивные клетки природные мишени ВИЧа. Собственно, за счет чего такое снижение может наблюдаться? Естественно, когда вы увидите такой результат, бежать и кричать, что я сделал открытие, не стоит, потому что самое простое объяснение, которое здесь может напрашиваться, вы внесли мутацию в интегразу, она просто у вас реально в вирусе не может выполнять свои функции. Наша в принципе псевдовирусная система позволяет изучать ранние этапы репликации вируса. Это обратная транскрипция, интеграция, и вот мы специально отдельно обращаем внимание наших слушателей на постинтеграционную репарацию ДНК, потому что, как правило, вот этот вот третий этап обычно запихивают в интеграцию, и на самом деле на него, как правило, не обращают внимания, потому что это как-то клетка сама справляется с этими повреждениями ДНК, а мы, поскольку увидели определенные аспекты именно влияния этого взаимодействия на этот этап, прицельно его выделяем из интеграции. И вот если каждый из этапов эффективно прошел, то мы наблюдаем свечение люцифераза. Если же хоть на какой-то стадии произошла поломка, то, соответственно, люцифераза продуцироваться не будет. Соответственно, мы измерили уровень тотальной ДНК, который соответствует обратной транскрипции, эффективности обратной транскрипции, уровень интегрированной ДНК, и уровень эффективности постинтеграционной репарации ДНК. Причем, для того, чтобы померить вот эти значения, нам пришлось разработать свой собственный метод оценки эффективности репарации, который является вариантом количественной ПЦР. И, собственно, отсутствие какого-либо количественного метода для оценки эффективности постинтеграционной репарации, на самом деле, является основной причиной, почему раньше народ просто старался как-то не обращать особо на этот этап внимания, чтобы было непонятно, а как, собственно, мерить. Прошла репарация, не прошла репарация, это действительно достаточно сложный вопрос. И вот, когда мы измерили все три формы ДНК, мы увидели, что эти мутации не влияют на обратную транскрипцию, не влияют на интеграцию, но нарушают репарацию постинтеграционную. Давайте еще раз посмотрим на вот этот промежуточный этап интеграции. Вот такая ДНК, где уже три стрих-концы связаны с клеточной ДНК, а пять стрих-концы торчат, и при этом разделены от клеточной ДНК пятинуклеотидными дырками, а на пять стрих-концах торчит динуклеотид, называется интеграционный интермедиат. Собственно, что должно произойти, чтобы интеграционный интермедиат превратился в репарированный провирус, который уже непосредственно может являться матрицей для синтеза РНК и так далее. Потому что, если вот этот этап не происходит, клетка либо погибнет, либо же она будет пытаться восстановить целостность ДНК, и до этих пор синтез новых вирусных частиц не происходит. Вот такая простая структура субстрата. На самом деле, те люди, кто знаком с разными системами репарации, естественно, могут сказать, что вот такая структура, в принципе, похожа на некий интермедиат в БР-пути, Basic Cision Repair, когда вырезается с двух сторон от повреждения небольшой фрагмент ДНК, и дальше, собственно, логично предположить, что здесь должны работать некие ферменты из БР-пути, та же самая полимераза бета и так далее. Собственно, все логично, и одна из работ, которая была выпущена в 2011 году, провела следующий эксперимент. Они взяли таргетированную библиотеку с РНК против всех известных генов, вовлеченных в репарацию ДНК у человека. Они там насчитали, может быть, не всех, но они насчитали порядка 300 генов. И из этих 300 генов они нашли порядка 20, которые влияли на репликацию вируса, тоже в псевдовирусной системе. Но вот вы можете увидеть, что 8 генов были из БР-пути, 6 из гомологичной рекомбинации, один ген был из НИЧ-Джей-пути, нуклеотидная экстезионная репарация 5 генов, ну и так далее. Мисмач-репар. То есть, на самом деле, мы видим, что гены из абсолютно разных систем репарации. Но вот поскольку из БР-а было больше всего генов, авторы зацепились за это и сказали, о, смотрите, 8 генов из БР-а, значит, БР очень важен для репликации вируса. И, собственно, постулировалось, что полимераза бета потенциально может быть действительно основным таким ключевым вариантом репарационной полимеразы, которая застраивает эти повреждения, и как бы все хорошо. Но через 3 года после этого вышла другая работа, которая более прицельно стала исследовать вопрос влияния полимераза бета, в частности, на репликацию вируса. И оказалось, что, да, действительно, если мы выключаем полимеразу бета, то у нас наблюдается снижение продукции трансгена. И если мы восстанавливаем экспрессию полимераза бета, то мы, соответственно, восстанавливаем или даже несколько улучшаем продукцию трансгена, то есть восстанавливаем репликацию ВИЧа. Но вот самое интересное они обнаружили, когда они взяли и коэкспрессировали в этих клетках полимеразу бета, у которой была нарушена непосредственно полимеризующая функция ее. И оказалось, что такой мутант способен полностью восстановить репликацию ВИЧа. То есть на самом деле, вот эта достраивающая функция этого фермента абсолютно не нужна для репликации вируса, а важны какие-то другие его активности. Ну и там было целое расследование, что, зачем и почему может, какая роль тут у БР-пути все-таки, и финально было высказано предположение, что на самом деле полимераза бета просто и другие участники БР-пути направляют интеграцию в сайты, богатые гуанином. Соответственно, там чаще встречаются модификации, например, оксагуанин, как вариант повреждения этого основания. И, собственно, он распознается системами БРа. и для интеграции очень важно в определенной позиции от сайта интеграции иметь определенный консенсус. И, собственно, авторы этой работы высказали такое предположение, что, возможно, для этого на самом деле нужен БР, а отнюдь не вообще для репликации, репарации и так далее. Поэтому вы уже даже здесь видите, насколько действительно тема это сложная, а плюс еще в то время не было метода вообще измерения. То есть вот здесь они всегда говорят репликация, никто не говорит про непосредственно репарацию. Или же выводы всегда делались так. Если белок задействован в систему репарации, то, скорее всего, это как-то связано с возможной репарацией ВИЧа, но прямых доказательств не было. Опять-таки хочу обратить внимание наших студентов на такую важную штуку, что когда вы делаете, допустим, сай-скрининги, за счет того, что это скрининг, вы никогда не можете проверить, а реально ли за то время, которое действовало сай, у вас снизился уровень белка. Поэтому и такие истории действительно есть. В частности, тот же самый белок Q70, он достаточно стабилен и даже через 24 часа его уровень практически не меняется. Через 48 он уже не начинает падать, а через 24 часа, извините, нет. И когда вы делаете такие скрининги, вы всегда, на самом деле, то, что вы видите, вы видите, но если вы что-то не увидели, это не значит, что какой-то из генов не... То есть нельзя сказать, если вот этот ген не повлек за собой изменений, то он не нужен для репликации ВИЧа, например. Это не так. Вот от этой ошибки надо себя всегда избавлять. Давайте посмотрим, что же такое белок Q70. Здесь вот мы дошли до его важных клеточных функций и попытаемся понять, почему, несмотря на то, что это белок из системы репарации ДНК, что он вообще-то на самом деле к репарации ВИЧа вот чисто механически не может иметь никакого отношения. Основное... Вот белок Q70, он функционирует в виде гетродимера с объединицей Q80, и это такой получается бублик, мы его называем в лаборатории, который связывается с концами ДНК. Когда в ДНК возникает двуцепочный разрыв, эти бублики приходят на эти разрывы и привлекают сюда третьего участника ДНПК-ЦС, то есть каталитическую субъединицу ДНК-зависимой протеинокиназы. И вместе они формируют активный комплекс ДНК-зависимой протеинокиназы. То есть ДНПК, о котором мы дальше будем говорить, она состоит из трех фрагментов. Это Q70, Q80 и ЦС-субъединица. Дальше происходит синапс этого повреждения, привлекаются различные факторы, которые нужны для процессинга концов, легазы, и, собственно, финально происходит сшивка молекул ДНК. Но, чтобы вот такой бублик сюда залез, должен быть двуцепочный разрыв. А как вы видите, в случае интеграционного интермитиата никаких двуцепочных разрывов нет. И, собственно, получается, что вообще непонятно, каким образом тогда вообще Q70 может выполнять здесь свою роль. У нас возник примерно такой же вопрос, еще один вопрос. А вот если Q70 важен, а все остальные компоненты ДНК-зависимого протеонкиназа, то есть Q70 и каталитическая субъединица на все три субъединица по очереди, то действительно снижается эффективность репликации вируса дикого типа. Но практически не меняется эффективность репликации вируса мутантного. Далее, соответственно, мы обнаружили, что действительно эти изменения внутриклеточных концентраций сказываются на эффективности постинтеграционной репарации, но и опять-таки не в случае вируса мутантного. Получается, что на самом деле все три субъединицы важны для репликации вируса, и при этом они важны для именно постинтеграционной репарации ДНК. Но если мы нарушаем взаимодействие между интегразой и Q70, то уже по сути без разницы есть эти субъединиться или нет. Понятно, да? То есть, по всей видимости, первичное привлечение происходит именно за счет этого взаимодействия. Когда, как я уже сказал, этот комплекс собирается, ДНК зависимо протонки на заактивируется и может фосфорилировать различные факторы, которые нужны для репарации ДНК по механизму NGJ-пути, например. Вот если мы выключим эту киназную активность, то, соответственно, нарушается репарация, нарушается сигналинг и непосредственно репарация. Мы попробовали сделать это в нашей системе и обнаружили, что добавление низкомолекулярного ингибитора снижает эффективность постсинтеграционной репарации и продукции люцифераза, соответственно, в случае дикого типа вируса, причем как на хеках, так и на клетках крови человека, как вы видите, и при этом практически не влияет на вирус мутантный. То есть, опять-таки, киназная активность запускается только в том случае, если есть контакт между интеграцией и Q70. И, собственно, на основании вот этих данных мы предложили такую модель участия этого комплекса в постинтеграционной репарации ДНК. У нас есть интеграционный интермедиат, и вот в этих местах, в местах разрыва ДНК у нас сидит интеграция, она маркирует сайты встраивания ДНК. Далее, за счет прямого контакта между интеграцией и Q70 привлекается гетродимер Q70-Q80. По всей видимости, вот такое взаимодействие каким-то образом индуцирует структурные изменения в составе этого гетродимера, так что привлекается ДНК-зависимого протеинкиназа и активируется, тем самым фосфорилируя факторы, которые, по всей видимости, важны либо для остановки клеточного цикла и привлечения различных дополнительных факторов репликации, либо они напрямую участвуют в этом процессе. Мы, к сожалению, пока не знаем, поскольку не знаем, какие это факторы, но тем не менее это результируется в продукции репарированного провируса. Соответственно, интересно, естественно, узнать, что это за мишенье, но немного, то есть, это пока для нас вопрос совершенно такой непонятный, мы как раз над ним работаем, но пока данных в этом направлении нет, к сожалению. С другой стороны, что же такое патолитическое субъединиться ДНК-зависим протенкиназа? Это реально очень большой белок, который принадлежит к семейству Пиккиназ, который демонстрирует достаточно похожую доменную организацию с двумя другими ферментами АТМ и АТР, втроем, которые выполняют важную функцию в поддержании стабильности генома. DNA-PK соответственно обеспечивает репарацию двуцепочных разрывов по пути негомологичного объединения концов, АТМ обеспечивает также репарацию двуцепочных разрывов ДНК, но по пути гомологичной рекомбинации, а АТР, как правило, активируется в ответ на остановленные репликативные вилки и на протяженные участки одноцепочной ДНК, покрытые их РПА-белком. Такой генотоксический стресс тотальный. И, собственно, они втроем поддерживают стабильность генома. Нас заинтересовало, насколько другие представители этого семейства будут вообще важны для репликации ВИЧа. И, собственно, используя низкомолекулярные модуляторы их активности, мы обнаружили, что также как ингибитор ДНК и ингибитор АТМ негативно сказываются на репликации вируса дикого типа и практически не влияют на репликацию мутанта. Но АТР при этом практически не оказывал практически никакого эффекта достоверного. Получается, что есть еще один белок из этого семейства, который может быть вовлечен в процесс постинтеграционной репарации ДНК. При этом как они могут активироваться? В принципе, вот этот интерплей, интертолк между АТМ и ДНПК, он в принципе в литературе описывается, что эти два белка, поскольку в норме, когда есть двуцепочный разрыв, они работают с одной и той же структурой, то есть с концом ДНК, они так или иначе могут привлекаться к одному и тому же повреждению и дальше кросс-регулировать активности друг друга. Соответственно, если мы видим здесь ингибирование АТМа негативно сказывается на репликацию ВИЧа, то можно предложить два варианта поведения этих белков в процессе постинтеграционной репарации ВИЧа. Первый вариант предполагает, что независимая модель активации как АТМ, так и ДНПК, то есть, по всей видимости, здесь привлекается ДНПК, фосфорилирует свои мишени, и это приводит к восстановлению целостности ДНК, а здесь каким-то образом АТМ приходит и фосфорилирует свои мишени и, собственно, тоже приводит к репарации ДНК. Две другие модели предполагают, что приходит вначале какой-то один белок, например, Ку-70, далее они умеют друг друга фосфорилировать и тем самым модифицировать свою киназную активность. Далее он может фосфорилировать АТМ, и при этом АТМ уже фосфорилирует свои мишени, тем самым, которые уже восстанавливают целостность ДНК, хотя при этом, естественно, сохраняется возможность в мишени ДНПК, какая-то их роль в этом процессе. Или наоборот, вначале приходит АТМ, регулирует активность ДНПК, и дальше уже мишени ДНПК восстанавливают целостность ДНК. Соответственно, нас очень заинтересовало, в какой же последовательной, то есть, какая из этих моделей работает в нашем случае, и решили проверить. Если мы подействуем двумя одновременно ингибиторами, если реализуется первая модель, то мы увидим сумму двух эффектов, некий такой синергичный эффект. Если же реализуется вторая или третья модель, то последовательная активация, то, по сути, картина будет скорее похожа на действия каждого по отдельности ингибитора. Опять-таки, картинка, извиняюсь за подписи в ней, поскольку у меня не было возможности доступа к лабораторному компьютеру, я не смог ее модифицировать для простоты понимания, но попытаюсь объяснить на словах. здесь NU это ингибитор DNAPK-CS, Q это ингибитор TM, сокращенное их название, и здесь есть столбики наблюдаемые и ожидаемые. Что такое наблюдаемое? Мы льем один ингибитор NU в такой-то концентрации, второй ингибитор Q в такой-то концентрации, и видим вот такие ингибирующие эффекты. Когда мы льем вдвоем, мы наблюдаем вот такое ингибирование. А если мы предполагаем модель независимой активации этих ферментов, то мы бы увидели ингибирование как сумму ингибирования на 40% и ингибирование на 30%, то есть суммарно на 70%. И вот этот столбик нам говорит это ожидаемый эффект, то есть это как сумма двух независимых ингибирований. И оказывается, что какие бы мы комбинации концентрации ингибитора не взяли, всегда оказывается, что в реальности ингибиторы в сумме действуют хуже, чем мы ожидаем. То есть получается, все-таки в данном случае работает именно вот эта наша вторая или третья модель и активация одного из ферментов приводит к активации другого. Причем вы можете также обратить внимание, что мы проводили эксперименты и на двойном мутанте ВИЧа, и как вы видите, вообще отличий никаких нет. То есть 2-3 ингибитора добавляем вирусу все равно. Если нет взаимодействия между Интегразой и Q70, то путь не запускается. И поэтому, скорее всего, по всей видимости, Интеграза взаимодействует все-таки с Q70 активируется ДНПК, и уже она активирует АТМ, и дальше запускаются какие-то сигнальные пути. Но возникает вопрос, в какой момент происходит собственно постинтекорационная репарация, потому что это тоже абсолютно непонятно. Вот я здесь чисто схематически привел некую кинетику процессов, которую мы получили, измеряя различные формы тотальную ДНК ВИЧа. Мы видим, что обратная транскрипция идет от 2 до 8 часов. Интеграция происходит где-то от 8 до 16 часов, а репарированные формы ДНК мы детектируем только, когда уже начинается экспрессия трансгена, то есть как только зарепарировал, сразу уже и трансген начинает экспрессироваться. И между первыми моментами интеграции и появлением репарированных форм есть на самом деле большой гэп примерно в 6 часов. И собственно возникает вопрос, а вот где в этом гэпе происходит активация ДНПК и АТМ? Чтобы ответить на этот вопрос, есть совершенно чудесный метод, который называется Time of Drug Edition, который предполагает, что вы добавляете вирус к клеткам, отмываете клетки через час от этого вируса не связавшегося и начинаете добавлять через час, через два, через три ваши ингибиторы. И собственно если у вируса уже прошла какая-то стадия цикла, ну допустим вы добавляете азидотимидин, классический ингибитор обратной транскрипции вот здесь, то уже часть молекул прошла обратную транскрипцию, а часть нет, вы увидите какое-то снижение репликации вируса. Если же вы добавите азидотимидин здесь, уже разницы никакой не будет. И вот собственно мы построили такие графики по этим данным, которые как раз таки демонстрируют, что вот в этот временной интервал идет обратная транскрипция, мы действуем азидотимидином на нашей клетке, черная кривая соответствует ингибитору интеграции. Это ральтегравир, классический ингибитор интеграза. Она собственно идет где-то там в данном конкретном эксперименте получилось 7-8 часов начинается и постепенно заканчивается где-то там по 14-16 часам. И как вы можете заметить, ингибирование как АТМ, так и ДНПК идет синхронно с интеграцией. То есть на самом деле это и начальные акцепторы сигнала от интеграза, а до момента появления репарированных форм еще пройдет очень много времени и видимо здесь действительно запускается какой-то очень честный каскад, который собственно и надо будет в будущем разгадать. Но собственно это одна из основных наших задач на ближайший год так точно, а может быть и два. И собственно могу показать вам одну из картинок. Единственное, что мы сегодня знаем, что и от и вот эти вот все пикки НАЗа, когда они активируются, они фосфорилируют такую репарационную форму гистона H2AX по серии 139. Это такой гистон, который разбросан по-моему один на 100 нуклеосом он встречается и заменяет стандартный гистон. И когда возникают повреждения ДНК, различные киназы репарационные, они могут его фосфорилировать, тем самым и это фосфорилирование распространяется на килобазы от места повреждения, тем самым к месту повреждения могут привлекаться дополнительные репарационные факторы. Известно, что для ВИЧа H2AX не нужен, то есть если мы его выключим, ничего собственно не поменяется, но тем не менее мы можем его использовать как маркер репарации. Вы можете увидеть, что если мы добавляем клеткам вирус дикого типа, у нас уже через 10-12 часов есть некое количество фосфорилированной формы H2AX, гамма-H2AX это непосредственно фосфорилированная форма. Если мы ингибируем ДНК, зависимый протеинокиназа, то количество фосфорилированной формы снижается, если же мы ингибируем АТМ, то также наблюдается снижение. То есть действительно это здесь реально реализуется некий сигнальный каскад, где замешаны вот эти киназные активности этих ферментов. Но хочу обратить ваше внимание, несмотря на то, что мы не знаем, какие мишени у нас могут фосфорилироваться, мы с одной из моих студенток провели такую интересную, на мой взгляд, литературную работу. Мы просуммировали все вообще известные мишени ДНК-зависимой протеинокиназы, которые описаны в литературе, и обнаружили такую интересную штуку, что с одной стороны, конечно же, он должен фосфорилировать факторы, которые задействованы в репарацию ДНК. Но, как оказалось, именно проверка роли сайта фосфорилирования в этих белках, потом уже на клетках, покажет, что без разницы, фосфорилируются эти белки или нет, репарация не нарушается. То есть они-то фосфорилируются, но, по всей видимости, просто за счет близости к сайту повреждения, то есть киназа может, по всей видимости, не специфично фосфорилировать все по своим сайтам субстрата, а на функциональность этих ферментов это практически не влияет. У нескольких, у одного или у двух это оказывает эффект, а у остальных нет. Но вот что интересно и что может быть полезно другим исследователям, DNA-PK в ответ на различные стимулы, не только повреждения ДНК, может фосфорилировать белки из системы процессинга РНК, клеточного ответа на тепловой шок, на несвернутые белки, просто некий сигналинг, клеточный ответ выживание и в том числе может фосфорилировать различные транскрипционные факторы или транскрипционные регуляторы. И при этом белки из этих групп, если мы меняем в них вот эти сайты фосфорилирования, они оказываются могут влиять так или иначе на функционирование клетки, на ее выживаемость в ответ на генотоксический стресс и так далее. Собственно, поскольку мы уже и так долго говорим, я не могу много внимания обращать на эту работу, но вот здесь привел на нее ссылку, чтобы кому будет интересно могли познакомиться с ней. Соответственно, на сегодняшний момент мы предлагаем вот такую несколько расширенную модель, что действительно интеграза привлекает ДНПК, но помимо ДНПК для репарации нужна еще и другая пик кеназа, а именно белок АТМ, который фосфорилирует эти мишени свои и они уже непосредственно участвуют в репарации ДНК. Очевидно, что действительно это важное взаимодействие для жизненного цикла вируса. И в принципе сегодня мы понимаем, что глобально мы можем его рассматривать как потенциально мишени создавать ингибиторы. Последнее, что я хочу сказать из научного, это что естественно для поиска ингибиторов нам всегда нужна система поиска этих ингибиторов. Но как обычно изучают взаимодействие между двумя белками. Это классические методы сосаждения, можно там на планшете это делать и потом антителами Элайза проводить, оценивать уровнем второго белка, который сосадился. Но так и самый лучший метод в этом отношении это альфа-скрин. Вот я вообще большой поклонник этого метода, хотя мы его не используем. Для него, к сожалению, как и для всех остальных методов, нужен, как правило, специальный прибор, который умеет мерить, допустим, в случае альфа-скрина, это фотометр, который меряет определенные длины волны и спускания. Часто нужны антитела, первичные, вторичные, чтобы понять, сколько вашего антигена к вашему антигену, к тагу. Это всегда удорожает технологию поиска ингибиторов. Мы вот с моими студентами разработали для нас такую систему, которая базируется на стандартном методе соосаждения на афинных смолах, но в качестве меток, чтобы не проявлять это потом все блот или там в планшете не делать элайзу и не тратить антитела, мы ввели в состав наших белков флуоресцентные метки мономерный церрулиан и турбо RFP в состав Q70 и в состав интеграз МЦР. И, собственно, вы вмешаете со смолой эти белки и тестируемое соединение, прецепитируете, отмываете все, что не связалось, и дальше либо вы можете анализировать в планшетном формате, смотреть флуоресцентную как в голубом спектре, так и в красном, и тем самым понимать, сколько у вас села интеграза, сколько у вас связалось с интегразой TRFP. Либо же, если ваше... И это, конечно же, очень быстро можно протестировать много соединений. Это удобно всегда, но если у вас ваше соединение само обладает флуоресценцией, то, в принципе, вы можете ваш образец разделить в геле, и вот часто бывает так, что люди не верят, что в геле сохраняется флуоресценция у флуоресцентных белков. На самом деле, вы можете сами увидеть, что, несмотря на то, что мы делаем стандартный СДС, в смысле, СДС, содержащий гель электрофорез по ЛЭМЛИ, если вы не нагреваете ваши образцы до 95 градусов Цельсия, флуоресценция прекрасно сохраняется, ее можно количественно оценивать в геле, и при этом это гораздо быстрее и дешевле, чем проводить потом анализ с помощью антител. Вот такая тоже история, поскольку времени нет, на ней подробно останавливаться, можете посмотреть по этой ссылке, что мы там сделали. У нас есть ингибитор такой, не очень удобный, но для структурных исследований он подходит, который, собственно, как вы видите, нарушает взаимодействие между интегрозой и КУ-70. Ну и на этом на самом деле все. Я финально хочу выразить, рассказать вам, кто мы, потому что я вот все время рассказываю, мы, кто же мы такие. Это лаборатория Марина Борисовна Готих, в состав которой входит Агапкина, Юлия Королев, Сергей Шадрина, Ольга и я. В принципе, тему в нашу лабораторию внесла мой руководитель на дипломе Книжанская Екатерина, но она в настоящее время работает в США, поэтому она перестала быть членом нашей лаборатории. Хочется сказать большое спасибо и похвалить моих студентов, которые активно работают над этими проектами и данные как раз-таки от них, некоторые из этих данных я демонстрировал. Это Галкин, Семен, Ильгова, Екатерина, Кан, Марина, Нефедова, Анастасия, Розина, Анна и надеюсь, у меня еще по моим руководствам работают два других студента ФББ, они недавно пришли к нам, Гаркуль, Лида, Петрукин, Егор, но я надеюсь, что с ними у нас тоже получится много интересных разных работ. А также, естественно, невозможно в современном мире сделать все самому, вам нужны отличные коллабораторы и за это хочу сказать спасибо залевскому Артуру, который нам помогает всегда с молекулярно-динамическими экспериментами, с построениями моделей, с биоинформатическим анализом данных, частоты мутаций как раз-таки он нам и оценил. Зацепину Тимофею, который всячески помогает в области синтеза различных модифицированных и немодифицированных олигонуклеотидов, Мазурову Дмитрию, который создает для нас клеточные линии, в которых нокаутированы те или иные гены интересующие нас, и Серебрякову Марину Васильевну, которая всячески способствует, подсказывает и направляет исследования в области масс-спектрометрии. Большое спасибо. Если у кого-то есть вопросы, задавайте. Надеюсь, получилось не сумбурно и хоть что-то понятно. Спасибо большое за суперинтересную историю. Хотела спросить, ну, правда, хотела спросить по поводу того, насколько много вообще можно найти в литературе данных про мутации разные в вирусных генах и в человеческих генах у людей, которые болеют ВИЧом? Насколько достаточно информации, чтобы сделать какие-то выводы о чем-либо? Вообще, в принципе, если говорить про мутации в ВИЧе, то, конечно, эти базы данных все время ведутся, и та, которую мы анализировали с Артуром, она не самая большая, то есть 4000 последовательности, это так, средненькая база, то есть вообще, в принципе, регулярно не у нас в стране, но в целом в мире секвенируют пациентов с прицелом на то, чтобы найти мутации, которые обеспечивают резистентность вируса к тем или иным препаратам, но попутно мы, естественно, собираем и другие данные, естественно, если вы видите отсутствие мутации в том или ином сайте, потенциально это о чем-то говорит. И, кстати, вот работы, которые это анализируют, регулярно встречаются и там высказываются различные структурные объяснения, почему вот в этих сайтах происходит мутация, а в этих нет, но, честно говоря, я пару раз встречал их, но обычно не акцентировано на них внимание, поскольку это несколько далеко от моей области интересов. Андрей, спасибо за вопрос. Спасибо большое за доклад. Вы сказали о том, что секвенируют не у нас в стране, а было бы интересно проводить клинические работы на клиническом материале, секвенировать материал пациентов? Ну, на самом деле, скажем так, у нас, естественно, тоже секвенируют и, ну, просто скажем, если сравнивать, да, в абсолютном количестве, да, сколько у нас таких работ выходит, да, сколько секвенсов мы продуцируем и сколько это происходит там в США, в Европе, то, конечно же, мы сильно отстаем. И, естественно, это очень полезно и полезно на самом деле не только для ученых, но и для клиницистов, потому что есть уже европейские базы, в которых прописано, что, допустим, вот такой генотип, да, у пациента наблюдался, его лечили тем-то, это помогало столько-то времени, через какое-то время заменили на другую терапию и увидели такие-то ауткамы, соответственно, на основании этих данных, там, потом увидели такие последовательности, да, на основании таких данных врач может всегда взять и построить некую картину, линию терапии, то есть он может отсеквенировать своего резистентного пациента, да, загрузить их в эту базу, понять, вот, что вы ему в той или иной ситуацию назначать, это очень всегда полезно, для нас это тоже, естественно, полезно, я вообще мечтаю о том, когда я найду пациента, у которого что-нибудь с Q70 или с Интергразой, вот этой вот, 213-я мутация есть, и я посмотрю, как он вообще болеет. Вот я как раз спрашиваю, потому что я сама врач и работаю в том, что с пациентами. Это, конечно, это очень интересно, да. Знаете, я сейчас понял такую проблему, что я на самом деле не написал здесь свою почту, но в принципе вот здесь вот есть QR-код нашей лаборатории, там есть почта для связи, но я могу вот сюда написать в чатик свою почту, можете, если что, потом со мной связаться, можем обсудить какие-то аспекты. Андрей, спасибо большое за интересный доклад, за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот в том участке интегразы, которая, по вашим данным, взаимодействует с Q70, каково было соотношение синонимических и несинонимических замен? То есть, было ли такое, что там были, в принципе, запрещены только несинонимические замены, а маклеотиды менялись? Да, большое спасибо. Нет, мы анализировали именно замены, приводящие к заменам аминокислот. Сейчас я вернусь на этот слайд, и мы увидим это. То есть, здесь именно аминокислотные позиции и замена аминокислот. То есть, мы транслировали последовательность, мы не анализировали, насколько нуклеотидная последовательность консервативная. Нас интересовала именно как функция белка. А с родствотом аминокислот, то есть, валин на изолин, в смысле, лилицин на изолицин, мы на самом деле в таком ключе не сравнивали, но просто анализировали глобально, насколько могут заменяться другие аминокислоты. Спасибо. А еще не по вашей теме, а просто посмежной. А скажите, а интеграза, она как-то специфично связывается с какими-то конкретными мотивами в геноме человека? Вирус какой-то стравится совершенно случайный. Это куда-нибудь часть? На самом деле, да, понятно. Вопрос абсолютно правильный. И, собственно, как раз-таки основная масса данных накоплена по поводу лиды-джиэф, то есть интегразе по большому счету, если вы возьмете инвитро любой ДНК-субстрат, ей будет все равно, куда встраивать последовательность вирусной ДНК. Для ее активности важно, чтобы была определенная концевая структура, у ВИЧовой ДНК, а вот как раз-таки клеточной ДНК она никаких особых указаний не предъявляет. Но глобально все-таки интеграция происходит преимущественно в активно транскрибируемой участке генома клетки. И это как раз-таки осуществляется за счет белка лиды-джиэф, который за счет того, что он является транскрибционным коактиватором, он умеет связываться с определенными модификациями гистонов, с определенными белками в сайтах, которые в настоящее время активно транскрибируются. И, собственно, он направляет эту интеграцию в активно транскрибируемом участке. То есть, если мы его выключаем, то распределение сайта в интеграции будет совершенно другим, оно будет более хаотичным. Спасибо. Пожалуйста. Андрей, можно немножко рассторонний вопрос дилетантский. Спасибо большое за подробную презентацию. А можно ли, на ваш взгляд, в обозримом будущем или в реальности в прикладном смысле использовать хотя бы частично для ускорения исследований некую компьютерную эмуляцию этих процессов или это утопия и сейчас это реально нельзя использовать полезно. Каких конкретно процессов? Ну, каких-либо, вот хотя бы какую-то часть этого работ может быть можно эмулировать или это невозможно? Ну, почему? Естественно, in silica происходит процесс поиска ингибиторов, например, да, то есть, естественно, перебирать сотни тысяч соединений можно, но для этого нужны определенные роботизированные мощности для скрининга таких соединений. Все-таки мы лично предпочитаем более анаучный подход, да, что ли, вначале попробовать поискать докингом что-то, попробовать провести динамику этих соединений, чтобы убедиться, что они сидят действительно в этих сайтах, зафиксированы, не будут оттуда уходить при добавлении растворителя и уже потом из несколько сжатого списка соединений уже тестировать, искать. Это можно, можно. Вот я в этом совсем не силен, но я знаю, что люди это делают и, в принципе, для кого-то это может быть интересно. В случае классической репарации ДНК часто можно найти различные константы ассоциации, диссоциации белков сайтов, можно посчитать какие-то, построить модели. Возможно, в данном случае тоже можно симуляции некие произвести, если знать временные рамки, когда активируется тот или иной белок, попробовать попытаться вывести какие-то дифференциальные уравнения, которые бы описывали этот процесс. Но я бы сказал, что для этого необходимо, конечно, разобраться с тем, какие мишени здесь появляются и какие временные рамки фосфорилирования этих мишеней. Как-то так. Но, в принципе, да, здесь есть места для того, чтобы это компьютерно все анализировать. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы, может быть, кто-нибудь задаст? Можно в чатик написать, я уже тут читаю. все. Ну, тогда, если никто... Да, все, извините. Да, да, еще тогда в продолжение предыдущего вопроса, если никто не задает. А, может быть, можете порекомендовать, что почитать вот на эту тему на именно компьютерном моделировании этих процессов? Давайте вы мне напишите на почту и я вам скину какие-нибудь ссылки. супер, хорошо, спасибо. Да, хорошо. Спасибо. Андрей Николаевич, раз вопросов больше нет, тогда спасибо вам большое за вашу лекцию. Вот, я надеюсь, что потом еще кто не успел все смогут увидеть в записи. Спасибо вам большое. Да, спасибо большое. Было приятно рассказать о своей работе. Надеюсь, кто-нибудь из студентов и не только вынесет что-нибудь полезное, потому что могу финальное такое слово сказать. Я действительно очень поражен пептидным фишингом. Он, скорее всего, никогда не сработает ни у кого, потому что это должно совпасть все, но поскольку метод очень и очень простой, его пробовать реально всегда можно. Взяли, добавили протеазы, пощепили, добавили пептиды трептические и нам аспект загнали, посмотрели, что вообще летит. И в некоторых ситуациях, возможно, это кому-то поможет. Хотя вот когда начинаешь теоретически про это рассказывать, не демонстрируя каких-то доказательств, что это работает, народ, конечно, говорит, ой, у вас пептидные развалились, у них не сохраняется вторичная структура. А вот я для себя скорее уже даже понял, что поскольку мы вытянули вот эту альфа-спираль, для которой, конечно же, важно, чтобы 69 и 72 аминокислотные остатки располагались друг напротив друга, а не вот так вот в развернутом состоянии. Я все-таки делаю вывод, что такие короткие пептиды все-таки ренатурировать способны, и они, собственно, и вылавливаются. Хотя, конечно, мы достаем много всего еще другого не специфичного, но это гораздо проще всегда выбрать из трех, чем со всех сторон белок прокрутить и наделать тысячу мутантов. Как-то так. еще раз спасибо. Спасибо, что позвали, спасибо, что послушали и за вопросы. Так, все, тогда мы выключаемся, да? Да, спасибо. Все. Да, вижу, большое спасибо и вам всем спасибо. До свидания.